Этому дому на улице Чаплыгина больше 50 лет. Когда-то четырехквартирник принадлежал железной дороге. Тогда его ремонтировали, утепляли и даже подключили газопроводу. Сегодня из благ 21 века жильцам не хватает только канализации. В ноябре прошлого года Алла Барбудько озадачилась этим вопросом и подала документы на ее проведение. Решить проблему оказалось не так-то просто. 12 лет назад здание перешло на баланс ЖКХ. И вот стал вопрос, что земля вот эта не наша получается и мы не имеем права ее копать. Только жилкомхоз. Нам дали получается отказ как физлицам. А дали только жилкомхозу как юрлицу. Я сказала за свои деньги я не буду платить в двойном тарифе. Ну как бы вот ходили по инстанциям и добивались. Вот получается никто не приезжал, ничего не смотрел. Тупо писали везде отказы и все. Цена вопроса для физлица порядка трех тысяч долларов. Для юридического в два раза больше. Коренному жителю, бывшему железнодорожнику Василию Аксенову 90. Спускаться по нужде со второго этажа для него как минимум неудобно. Более того, два раза в месяц горожане вызывают осенизаторскую машину. Один ее приезд обходится в 50 рублей. Опустив руки в борьбе на первый взгляд с простым вопросом. Соседи Алла Барбудько и Виктор Горелик пришли на прием к мэру. Решение вопроса тут же на месте. Мы принимаем сегодня решение такое. В течение двух дней подготовить и выдать людям разрешительные документы, которые позволят им в установленном порядке врезаться в частную канализацию Петрова, Иванова, Сидорова. За несколько часов приема градоначальник выслушал проблемы десятков человек. Вопросы в основном касались сферы ЖКХ, благоустройства, утилизации отходов и содержания животных. Все жалобы Александр Студни взял на контроль, а их исполнение обещал проверить лично. Что же касается жильцов с улицы Чаплыгина, руководители службы должны будут отчитаться по этому вопросу в конце следующей недели. Мы проводим это за свои деньги и платить двойной тариф, конечно, это нам накладно. Но сегодня председатель сказал, что вопрос решится. Через два дня должны получиться разрешения. С наговора не ожидали, да, что будет так решиться. Все говорится быстро. Довольна осталась и Алла Барбудько. Женщина счастлива, что проблема наконец-то сдвинулась с мертвой точки. Честно, шли с тем, что придется ехать на Могилев к губернатору, а потом и на Минск. Были уже планы далеко идущие по обжалованию всех этих ответов. Если честно, ну, не придется, слава Богу. Спасибо большое. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бабруиск, 360.